шалом сегодняшняя тема нашей парши толедот на русский язык переводится как поколение и я хочу затронуть всего лишь одну тему в этом месте хочу затронуть так называемое так называемое падение исаака его обман так же как с его отцом это кстати 26 глава бытия вы хотите проверить так же как проблема это случилось с его отцом точно так же этот вопрос возникает и с исааком так же как авраам пошел к вимелеху к царю герарскому землю филистимлян так и и сак пошел потому что бог сказал ему пойти именно в эту землю и проблема происходит не в том что они пошли в эту землю это отлично потому что бог им сказал туда пойти но проблема в том что они отказываются от своих жен то есть приходя к царю герарскому авимелеху исаак называет свою собственную жену которую любит ревеку он называет ее своей сестрой точно так же как его отец сделал что они с ума сошли мишуга прямо какие то но дело в то значит я зачитаю это место я зачитаю то что господь именно сказал исааку идти в эту землю он мог пойти в землю египетскую был голод в земле земле палестина и был до был голод и господь явился ему и сказал не ходи в египет живи в земле о которой я скажу тебе странствую по сей земле и я буду с тобою и благословлю тебя ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву которую я клялся аврааму отцу своему множе потомству потомство твое как звезды небесные и так далее но смысл в том что дальше там по тексту идет что опять он сказал что его жена это сестра как же так происходит что эти авраам и саак яков они три наши а про отца и бог все равно их любит что тут происходит тут происходит что как авраам он отказался от душевной связи с со своей женой и рискнул рискнул этой связью ради того чтобы послушать отца небесного и он рискнул своей душевной связью но не см но послушался духовного духовного позыва и проявил свое послушание послушание отцу то есть то что говорится не жертву я хочу а послушание новый завет очень хорошо говорит об этом матфея матфея 16 глава 24 24 стиха иисус так говорит об этом вопросе душевно духовного компромисса тогда иисус сказал и ученикам своим если кто хочет идти за мною отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною ибо кто хочет душу свою сберечь тот потеряете и а кто потеряет душу свою ради меня тот обретет ее вот эта ключевая фраза здесь то что ешуа сказал что ты должен потерять свою душу должен фактически ты ее не теряешь но ты должен показать своему отцу небесному что ты готов на все ради него и дальше он уже примет решение как с тобой поступить если ты это делаешь от чистого сердца он благословит тебя и еще интересно вот эти вот этот момент он написан в послании якого послание якого с 4 послание якого с 4 глава с 4 стиха прелюбать извиняюсь 5 стиха или вы думаете напрасно говорит писание до ревности любит дух живущий нас но тем большую дает благодать поэтому и сказано бог гордым противится а смиренным дает благодать четко это все написано тем большую дает благодать и тем большую дает благодать это то о чем я говорил благодать она последует но ты должен поставить на кон все должен поставить свою душу свои душевные связи с же с женщиной которую любишь в другом месте ешуа говорит что кто не пожертвует матерью и семьей своей кто не возненавидит мать свою отца своего то есть не говорят них они хоть но не хочет чтобы ненавидели мать и отца он говорит кто не поставит полностью на кон всю свою жизнь все свои семейные даже связи ради ради связи с отцом тот напрасно напрасно старается угодить отцу потому что он от вас потребует всего он ревнитель это его имя и он имеет на это право я люблю за это благословение вам шавуатов